Всем привет! Это Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарков. Я нахожусь на производстве, где производят котлы Сагреев. Это новинка в 2017 году. И это ряд отопительных котлов. Давайте посмотрим сразу паспорт. Значит, что первое бросается? Это хорошая полиграфия паспорта. Я редко такое вижу. Здесь есть введение. Техника безопасности. Написано то, что запрещено делать. А также видим модификации котлов на 15 кВт, на 25 кВт, на 35 кВт. Есть маркировка С, а есть без С. С это с водяным колосником, а без этой маркировки это, соответственно, колосник обычный. Написано все, что нужно знать по техническим характеристикам. Можете поставить на паузу видео и почитать технические характеристики. Здесь есть все схемы, как внутри выглядит этот котел. Я его обязательно покажу. Сразу глаза мои бросают взгляд на это дело. Корпус котла выполнен из конструкционной стали толщиной 3 мм. То есть производитель не скрывает из чего, что сделано. То есть это сталь-трешка. Здесь идет монтаж. Что к чему. Так, так, так. Это, я думаю, вы можете посмотреть в интернете на сайт производителя. Что меня еще интересует. Гарантийное обязательство. Три года со дня продажи через торговую сеть при условии современной замены быстро выходящих из строя частей. Створка котла является расходным материалом. Критерии предельного состояния, что правильно про гар поверхности нагрева. Во! Важно! Внимание! Претензии к работе изделия не принимаются. Читайте, читайте. А я вам покажу следующее. Видите, стоит печать ОТК. Значит, котел проходит ОТК. Многие зрители, которые первый раз вообще выбирают котел, потом мне пишут в комментариях, или даже просто печку, что это маркетинговый ход. Заводов никакого ОТК со времен Советского Союза не существует. Это просто написали или панули печать. Все это не так. Я вам сейчас это все покажу. Я же на заводе нахожусь. Так. Смотрите. Если монтаж и ремонт котельного оборудования производился лицами организации, неуполномоченными, претензии к работе не принимаются. Поэтому вот здесь вот отметка о подключении к системе отопления. Здесь должны стоять числа, наименования, штамп, фамилия, имя. Если у вас что-то случится с котлом, это будет уже разборки завода с вашим монтажником, если дело до суда дойдет. Если вы все сами ставите, никаких гарантий вы не имеете, так как вы не являетесь теплотехником и не являетесь организацией. Вернемся к ОТК. Я сейчас вам покажу офигенную бумажку. Вот она. Это рабочий лист, так называемый чек-лист, по которому проходит контроль качества любое изделие на любом заводе. Здесь конкретно речь идет о котле. Модификация, там номер котла, номер шилда. Где-то я его тут видел. Вот. Видите шилд котла, на котором написан его номер и вообще, что это, кто что делал. Поэтому шилду можно определить. Ну, там еще есть номера. В общем, можно определить, кто, если что, косячил. Внешний вид. Дверки. То есть вот. Вот по этому чек-листу специально обученная, красивая девушка принимает каждый вот такой котел или печь и ставит галочку. Да, да, нет, нет. Если она что-то не нашла, она ставит крестик, а тот, кто накосячил, получает по шапке и лишается денежной премии. Идем дальше. Давайте-ка закончим с нашим паспортом. Вижу, что здесь все нормально. И перейдем непосредственно к самому котлу. Что, внешний вид? Да вообще охрененный внешний вид. Что сказать? Он яркий, желтый, как как цыпленок. Красиво все. Давайте смотреть, что внутри. О! Рука хватает вот такую вот рукоятку. Такую рукоятку я встречал только в ноже Бекер АК-47. Наверняка это из-за термического пластика. Он не должен расплавиться. Очень мощная рукоятка. Приятная, эргономичная. Поехали смотреть. Самое интересное, что внутри. Внутри расположена вот такая вот квадрат, который состоит из стали-трешки. В него вварены трубы. Это отличнейшее решение. Почему? Потому что, когда дымовые газы проходят сквозь эти трубы, они нагревают очень хорошо теплоноситель. Это раз. А во-вторых, это удобнее прочищать котел. То есть, если бывают производители, которые ставят решетку вместо вот таких вещей. И решетку очень трудно чистить раз. А во-вторых, она требует сразу большого диаметра на дымоход. Здесь диаметр нормальный. Если бы здесь был 150-й диаметр, вам было бы тогда просто в полтора раза дороже денег вы бы потратили на дымоход. Это все прочищается элементарно шомполом. Идем дальше. Так как это котел 15-киловатт, но он маленький. Мне есть чем сравнить. Допустим, взять наши стандартные оранжевые котлы известного производителя. У него топка будет однозначно поменьше. К сожалению, у меня нету рулетки или линейки, но вы видели в паспорте, поставили на паузу, надеюсь, и почитали глубину топки. Смотрим сразу. Здесь водяные колосники. Вот они видны. водоотрубные. Котел там рубашка, на шпильках, все как водится, все тут нормально. Давайте смотреть дальше. На дверцу. Уплотнительный шнур. Здесь вот такой вот как бы карман. На самом деле это не карман, это подача вторичного воздуха для верхнего горения или для дожига. Регулируется вот такой вот штучкой. Смотрим внизу, что есть. Внизу находится дверца, в которую цепляется цепочка, она в комплект не входит. Ну, я ее закрепил так, просто от балды, на самом деле немножко не так закрепляется, но да ладно. Вот об эту вещь ударяется вот это, регулируется винтом, открывается, закрывается. Когда речь идет о цепочке, сюда вставляется она вот в эту сторону. Это все скручивается, выкручивается. В комплекте идет еще вот такие вот штукенцы, для кого у кого-то цепочки нету, чтобы можно было вкрутить и заглушить, сделать заглушку. Мало этого, в комплекте идет еще вот такая заглушка для очень нехороших людей, которые не хотят ставить группу гидробезопасности. вот эта заглушка идет тоже в комплекте. Сюда ставится группа гидробезопасности, но кто шибко умный и не хочет ее ставить, а хочет, чтобы были постоянные разрывы контура, может свой котел заглушить. Это просто требование рынка, поэтому ее сделали. Идем дальше, смотрим, что еще есть здесь. Здесь стоит утеплитель, то есть он не греется. это сами знаете зачем. Тут я уже вам все показал. Ну, и это тоже сами знаете зачем. Так, давайте посмотрим, что находится. Последний взгляд, что находится здесь. Хватаюсь за ручку и вижу вот такую вот красивую дверцу, которая нужна для вот этого. Вы можете посмотреть, как выглядят колосники. Вот это вставляется в пазы. Так, я ее не вставил. Надо попасть. придется присесть. Ладно, не буду тратить ваше время, потом вставлю. Поехали дальше. Зольный ящик большой, красивый, хороший. Вот так вот выглядит регулировка. Тут тоже стоит утеплитель, по идее. и смотрим, что у нас со сваркой. Обратим сейчас внимание на сварочные швы. Сварочные швы, я считаю, сделаны очень хорошо. Все нормально. Дальше, что у нас еще идет в комплектации. В комплектации идет ТЭН, конкретно на 15 киловатт это ТЭН Б6, Флайнс, обратите внимание, G2. Идет кочережка. Вот такая вот. Также комплектуется термометром. И в общем-то это все. И на этом деле я хочу закончить свой обзор. Вставить дверцу и пойти домой. В общем, что могу сказать в итоге. Отличный, замечательный котел. Я никаких минусов не вижу. Еще раз повторю, бывает с водотрубным колосником, а бывает с чугуном. С с водотрубным, без с обычным. Ну что, красавчики, молодцы, хороший котел. Увидите, берите. Мне лично нравится. Все, понравилось. Ставьте лайк, не понравилось дизлайк, само собой, и красная кнопка подписаться внизу, там. Жмите. Все, всем пока, всем хорошего тепла.